Существование этого канала не мог объяснить никто Он проработал год, после чего закрылся без всяких видимых на то причин Канал «Вечерний» арендовал 20 минут эфира у своего государственного коллеги И каждый день в 22.10 без всякой рекламы начинал вещание Когда он исчез, в сеть неожиданно посыпались жалобы и мольбы от сотен зрителей Вернуть его «Вечерний» произвел настоящий фурор в истории телевещания И это было еще страннее от того, что канал ни разу за год не менял свою программу «Вечерний» рассказывал сказку Одну и ту же сказку 365 раз подряд В первый раз увидев вместо привычных боевиков и триллеров постельный логотип «В» Зрители испытали лишь недоумение Потом на экране появилась ведущая Ее нежная фигура в простом, будто даже домашнем платье вызвала еще больше удивления Девушка была не столько красива, сколько мила От нее веяло спокойствием и странной доброй силой, которой не достичь ни правителям, ни военным, ни богачам Казалось, ее мягкие, тонкие руки способны обогреть зрителей и укрыть от любых невзгод Улыбаясь глазами так искренне, как не все умеют улыбаться губами, она начала Это случилось давным-давно, когда на месте наших городов еще росли непроходимые леса И взрослые скоро поняли, что не могут отлипнуть от экрана Сказка была чудесна И что интересно, каждый полюбил ее за свое Кому-то нравилось торжество добра и любви Кому-то приключения героев Одни обращали внимание на то, что девичий голос звучал как песня Другие на сюжет, увлекающий с первых событий Как бы то ни было, на второй день еще больше людей включили телевизор в 22.10 И, услышав знакомую историю, удивились в третий раз В интернете разгорелись споры Вечерний не давал публике никаких пояснений У них не было ни сайта, ни странички в соцсети Люди один за другим строили теории насчет целей канала Искали в словах ведущей секретное послание, даже ругались Третьего вещания ждали с еще большим любопытством Всем хотелось чего-то новенького Телеманы привыкли к постоянному обновлению Словно жизнь была бурной рекой, уносящей старое, чтобы заменить на что-то иное Больше новинок, меньше старья Так видели они телевидение Но сказка повторилась и на третий вечер, и на пятый, и на двадцатый Сначала интерес к вечерним упал Люди злились из-за того, что не могли понять его замысла Будто бойкотируя канал, многие перестали включать телевизор по ночам Но притяжение было непреодолимо После насыщенного дня, опускаясь устало за кухонный стол Люди тянулись к телевизору Все чаще от новостей и пошлых шоу они уходили к вечернему Неведомая девушка также рассказывала историю И ее размеренная речь все чаще вызывала задумчивую улыбку у зрителей Спустя пару месяцев неизвестный провел опрос в соцсети Выяснилось, что людям не только не надоела повторяющаяся история Многие стали видеть в ней отдушину для души Она вдохновляла и успокаивала, рассеивая раздражение дня Хоть часть людей и назвала программу вечернего вздором Другая, большая часть признала, что уже не может обойтись без нее вечером В сети хранились записи сказки Ее перечитка другими людьми, ее письменный вариант И все же люди садились за экран Ничто не объясняло и не заменяло магического эффекта истории Она влюбляла в себя людей И едва ли не обгоняла основной канал по числу просмотров За все время работы вечерний ни разу не запускал рекламу Когда он исчез из эфира, столь же внезапно, как и появился По нему затасковали Многие прикипели к ведущей, ее мягкому голосу Знакомому наизусть рассказу С исчезновением канала будто оборвалось что-то важное, нужное Разом кидая людей в их серьезность и бытовуху Давным-давно, когда люди еще не знали горести Я присутствовал на совещании после закрытия проекта Аристарх Всеволодович, глава нашей экспериментальной группки Задумчиво поглаживал седые бакенбарды Можно сказать, что гипотеза была успешно подтверждена Довольно произнес он Лада, ведущая и воспитательница, согласно кивнула Даже это у нее вышло мягко и заботливо Словно она укладывала детей спать Я вспомнил речь Аристарха Всеволодовича Цветилы психологии перед запуском передачи Вы когда-нибудь замечали, что дети просят повторить Любимую сказку раз за разом? Их не останавливает то, что они ее уже превосходно знают Им не хочется чего-то нового Дети желают повторения того, что им понравилось И что их трогает Такая же тяга к знакомому есть и у взрослых Нам приятно слышать в неожиданном месте Песню молодости Мы больше доверяем старым производителям Ходим в одни и те же кафе Не любим, когда меняют дизайн интернет-ресурсов Человек стремится, чтобы что-то в его жизни Оставалось стабильным В этом плане сказки явление уникальное Они стабильная любовь и нежность родителей Убаюкивающая ребенка в окончании каждого дня Мы с коллегами осмелились предположить Что психология взрослого не сильно отличается от детской И выбрали сказки как способ это доказать Совместно с филологами, лингвистами и воспитателями Мы создали рассказ, который будет сообщать людям Ощущение уюта и защищенности Апеллируя к детским ассоциациям Представляю вам окончательную версию Тогда мне казалось, что это глупая затея Но реализация оказалась интереснее профессорской лекции Команда подошла к написанию сказки С любовью и энтузиазмом А Лада так читала ее Словно по ту сторону экрана сидела ее младшая группа Это оказался проект от души к душам И может поэтому он выжил Наше исследование ляжет в основу обширного трактата Начал было Аристарх Всеволодович Когда я поднялся Все лица устремились ко мне Я слышал их молчаливые слова Видел во взглядах, что для них вечерний Тоже стал больше, чем социологический эксперимент Я даже знал, что часть из них Сами включали телевизор в заветное время Кашлянов я решительно произнес Аристарх Всеволодович, разрешите вернуть канал в эфир Для нас с вами это может и наука А для людей все же От души на Ученый удивленно взглянул на меня Он не понимал Столько лет работая с человеческими чувствами и переживаниями Он будто начисто разучился видеть в людях людей Но моя группа поддержки не подвела Операторы, воспитатели и филологи Все наперебой заговорили Оставьте ее Оставьте сказку на ночь Аристарх Всеволодович скептически оглядел нас Он не понимал этого порыва Но мы так молили Что старый ученый махнул узловатой ладонью Бог с вами Но трактат все равно будет И кусочек детства Вернулся в эфир следующим же вечером 2021 Лайкова, Алена Рассказ называется Сказка на ночь Автор Лайкова, Алена Это вымышленная история Текст написан месяц назад И ссылка на источник На этом все Нам всем порой нужна отдушина В этом абсурдном мире Всего хорошего Канал Веб-Рассказ Юрий Шатохин Новосибирск До свидания Субтитры создавал DimaTorzok